В 2014 году Россия восстановила историческую справедливость, приняв полуостров в родную гавань. Прошло уже 10 лет, но те события, как и вся история русской Тавриды, навечно останутся в народной памяти. Владимир Путин назвал правильным решением воссоединения Крыма с Россией и предложил продлить программу его развития до 2027 года. Также президент пригласил отечественные компании и банки работать в Крыму, не боясь санкций. Продолжение следует... Ежегодная праздничная программа включает концерты, ярмарки, выставки, памятные мероприятия, митинги и фейерверки. Издревле Крым называли Таврикой по имени племен Тавров, населявших юг полуострова. В VI-V веках до н.э. греки создали на побережье торговые колонии. Ими были построены современные Керчь, Феодосия, Хернес и другие города. В I веке н.э. полуостров перешел под власть Римской империи. Началось распространение христианства. Впоследствии эти земли захватили скифы, готы и гунны. При византийском императоре Юстиниане, шлой век, заложены крепости Алустон, Алушта, Гурзуф, Симбалон, Балаклава и Судак. С ослаблением Византии на полуострове появились тюрки, хазары, печенеги и венгры. Киевский князь Владимир женился на византийской царевне Анне, а за тел затем принял христианство. В 1200-х годах Крым оказался частью Золотой Орды и Великого Шелкового Пути. Прошло 200 лет, и после распада Ордынского государства было образовано Крымское ханство. Оставшиеся генуэзские крепости и греческие города-побережья завоевала Османская империя. Зависимые от турков ханы открыли долгий сезон набегов на русское государство. В XVIII веке нейтрализация ханской угрозы плавно перетекла в присоединение Крыма к России. Все чаще используется название «Таврида», хотя слово «Крым» от ордынской резиденции «Крым» или тюркского «Кюрим» по «Русский перекоп» не покинуло лексикон. В 1784 году основан порт-крепость, которую Екатерина II назвала Севастополем. Русскими, а также болгарами, греками и немцами осваиваются новые земли. Россия проложила на полуострове дороги, открыла производство, учебные заведения, музеи и курорты. В 1853 году Турция объявила России войну, а в 1854 к османам присоединились Великобритания и Франция, спустя год Королевства Сардиния. Военной агрессией грозили Австрия и Пруссия. Создание огромной коалиции Тютчев приписал многолетнему разжиганию ненависти на Западе. Пришедшим преградить России путь в будущее. Этого не произошло. Русские сдержали превосходящие силы противника, а в 1856 году стороны подписали компромиссный мир. Турции были переданы крохи наших протекторатов, впоследствии возвращены. Черное море признали демилитаризированной зоной. Впрочем, вскоре Россия восстановила Черноморский флот в прежнем качестве. После революционной разрухи и красного террора в Крыму постепенно наладилась жизнь. Строились новые заводы и военные объекты, появился пионерский лагерь «Артек». В годы Великой Отечественной войны полуостров стал ареной тяжелых боев. Несмотря на героическую оборону Севастополя и других городов, Крым оккупировали немцы. В 1944 году операция по освобождению Крыма увенчалась успехом, а в 1945 здесь состоялась знаменитая Ялтинская конференция. С 1955 года Крымская область находилась в составе ОССР. Передачу полуострова от РСФСР соседней республики советское руководство объясняло хозяйственной необходимостью. После развала СССР полуостров отошел Украине в атмосфере дипломатических скандалов. Начало украинского суверенитета в 1990-х годах ознаменовалось расцветом преступности. Некогда цветущий регион приобрел криминальную славу. В 21 веке количество плохих новостей пошло на убыль. Реализовались государственные проекты, например, по альтернативной энергетике. Но украина и крымчане себя так и не почувствовали. Провозглашение независимости Крыма и признание Россией 17 марта 2014 года Верховный Совет Республики принял постановление о провозглашении Крыма независимым суверенным государством и об особом статусе Севастополя. В документе также содержалось обращение к России с предложением о принятии Крыма в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта Федерации со статусом Республики. В тот же день Крымский парламент был переименован в Государственный Совет Республики Крым, Севастопольский городской совет в Законодательное собрание Севастополя. Горсовет Крыма признал расположенную на полуострове государственную собственность Украины собственностью республики и постановил, что с 17 марта в Крыму не применяется законодательство Украины, не исполняются решения Верховной Рады и иных госорганов Украины, принятые после 21 февраля 2014 года. Севастопольский парламент единогласно принял постановление о вхождении Севастополя в состав России в качестве отдельного субъекта Федерации города федерального значения. 17 марта президент России подписал указ о признании Республики Крым суверенным и независимым государством. Юридическим основанием для принятия Крыма в состав России стал Федеральный Конституционный закон Российской Федерации о порядке принятия в Российскую Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта Российской Федерации от 17 декабря 2001 года, согласно которому принятие в состав Российской Федерации новых субъектов Федерации возможно в результате заключения международного договора. 18 марта 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель Совета Министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Согласно договору Республика Крым считается принятой в состав Российской Федерации с даты его подписания – 18 марта. Формально договор вступил в силу с 1 апреля 2014 года после вступления в силу законов о ратификации. 20 марта 2014 года Госдума приняла федеральный конституционный закон о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя, который закрепил положение межгосударственного договора за 445 голосов против 1. 21 марта федеральный конституционный закон был одобрен Советом Федерации и подписан президентом Российской Федерации. Кроме того, в тот же день Путин подписал закон о ратификации межгосударственного договора, а также указ об образовании Крымского федерального округа, в который вошли Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Вечером в Москве, Севастополе и Симферополе был дан праздничный салют. Согласно документам, Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации на основании результатов общекрымского референдума и в соответствии с декларациями о независимости на правах новых субъектов Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Граница Крыма с Украиной на суше была определена по линии территорий Республики Крым и Севастополя, существовавшей на день их воссоединения с Российской Федерацией. Разграничение морских пространств Черного и Азовского морей осуществляется на основе международных договоров России, норм и принципов международного права. Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие в Крыму, были признаны гражданами Российской Федерации за исключением тех, кто решил сохранить гражданство Украины. Государственными языками Республики Крым признаны русский, украинский и крымско-татарский языки. 11 апреля 2014 года была принята Конституция Республики Крым. 18 марта на полуострове отмечается День воссоединения Крыма с Россией, который установлен законом о праздниках и памятных датах в Республике Крым от 29 декабря 2014 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова